Дорогие друзья, добрый вечер. С вами Александр Добровинский и наша культовая программа «Йога для мозгов». Я очень рад, что прошла неделя, и что я могу снова читать ваши СМС, сообщения, рассказывать вам какие-то интересные истории, как я это обычно делаю, и вообще жить полноценной жизнью нашей «Йоги для мозгов». Здравствуйте, Мария. Добрый вечер, Александра. Обычно я напомню к тем слушателям, которые к нам присоединяются каждую неделю, но каждая неделя у нас становится всё больше и больше, и это радует, и это здорово, что в течение часа я рассказываю о ком-то или о чём-то, о каком-то событии, который, мне кажется, будет интересно для вас услышать, а мне для вас рассказать. В течение этого часа я задаю разные вопросы, которые примеруются тысячу, я вам даю тысячу рублей за правильный ответ, который выпадет под определённым номером, ну и свою книгу, которая так и называется «Йога для мозгов», где собраны симпатичные и милые вопросы. И напомню вам, что эта книга уже четвёртое издание в издательстве «Эксмо», и сейчас готовится второй том, что мне очень симпатично, потому что книга пользуется большой популярностью. Какое сегодня число, Мария? Двенадцатая. Двенадцатая — это один плюс два — три. Давайте третий номер. Третий правильно ответивший на вопросы, которые я буду задавать, получит тысячу рублей книгу «Йога для мозгов» Александра Добровинского. А куда надо писать, Марин? Плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Это смс-портал. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте свои координаты. Ну и здорово. А куда не надо писать? Ну, давайте без ватсапа. Мы проверяем вот смс-портал. Кстати, если вы пишете из приложения, то можно из приложения. Только оставляйте свои координаты. Ну и здорово. Сегодня я хотел вам рассказать, вернее, поговорить об одном, может быть, самом загадочном убийстве, которое произошло в 2009 году, и о человеке не менее загадочном и не менее колоритном во многих странах мира. Человек, который оставил за собой очень много хороших воспоминаний, много негативных и огромное количество вопросов. Потому что жизнь этого человека очень непроста. Он сделал при своей жизни легенду о самом себе, которую культивировал, надо сказать, довольно неплохо. Умудрившись культивировать эту свою биографию, легенду, одним очень интересным способом. Он молчал. Здорово, интересно. Понимаете, он ничего о себе толком не рассказывал. И эффект того, что Шабтай Калманович, а именно о нем пойдет речь, мало о себе рассказывал, хотя был очень известным публичным человеком. Производило обратный эффект. О нем начали придумывать, слагать легенды, наделяя его там совершенно разными качествами, свойствами, характерами и так далее и подобное. Шабтай Калманович был застрелен в центре Москвы 2 ноября 2009 года. Ему был 61 год. И до сегодняшнего дня это убийство остается нераскрытым, несмотря на то, что были, по-моему, в прошлом году арестованы каких-то 2 человека. Но нет, ничего не известно. Хотя у меня есть своя версия. Я вам о ней расскажу. И расскажу об интересных последствиях этой версии, которые тоже, знаете, такие забавные, я бы сказал. Есть ли в истории убийства, могут быть забавные версии. Я познакомился с Шабтаем Калмановичем в середине 70-х годов, когда, ну, я совсем мальчишка в то время, а он старше меня, он старше меня на 7 лет, приехал в Париж, а потом мы с ним познакомились, как-то симпатизировали, и поехали в Бельгию. Шабтай широким жестом пригласил меня с собой. Я был совершеннейшим пацаненком, студентом, и съездить в Бельгию с таким интересным человеком, каким мне показался Шабтай Калманович, мне, в общем, было интересно. Он родился, как я уже сказал, в 1947 году в Каунасе, Литва, со всеми, как бы, вытекающими отсюда обстоятельствами, которые, в общем, повлияли очень серьезно на его жизнь. Он родился в семье, где, в традиционной еврейской семье, где языком, принятым языком, потому что Литва была очень, особенно до войны, таким очень густонаселенным еврейским островом, такой, в Прибалтике. Наверное, самое большое население Прибалтики, к сожалению, там после войны по известным причинам мало осталось людей. Но до войны, а до революции, там было, по-моему, десяток издательств еврейских и так далее. Так вот, именно в этой среде родился Шабтай Генрихович Калманович. Его первый язык был идиш, и вообще он знал много языков, на самом деле. Говорят, что он знал десяток. Не знаю, не уверен, но несколько языков точно я от него слышал, абсолютно, которыми он довольно прилично владел, надо сказать. Ну, включая, конечно, русский, идиш, иврит, английский, и какой-то еще я от него слышал, уже не точно, польский, по-моему. То есть точно не помню. Шабтай Калманович вместе с семьей эмигрировал из Литвы в Израиль довольно рано. Это была первая волна, первая волна третьей эмиграции, если можно так сказать, а именно в 1971 году такие первые вообще люди, которые решались на отъезд из Советского Союза, который довольно здорово ставил припоны ко всем людям, которые хотели в это время уезжать из Советского Союза. Так вот, как раз семья Шабтая Калмановича была такой. Они первые уехали в Израиль из Советского Союза. Молодой Шабтай Калманович до этого закончил школу, естественно, как все мы в Советском Союзе, и поступил в Кауновский политехнический институт. В начале 70-х до, естественно, отъезда он получил диплом инженера, какого-то там, я не помню, химического производства, что-то в этом духе, а после окончания института год прослужил в рядах Советской Армии. И тут начинается такой довольно серьезный вопрос. По слухам, именно в это время, когда он служил после института, он был завербован Комитетом государственной безопасности. По другим слухам, о которых молчал сам Шабтай Калманович, он был завербован Главным разведывательным управлением, что больше похоже на правду, потому что, в общем-то, в рядах Советской Армии, наверное, скорее плавали, как рыба в воде, агенты ГРУ, Главное разведывательное управление, и, скорее всего, он был завербован ими, если вообще он кем-то был завербован. Но, на самом деле, эти слухи очень интенсивно ходили именно после происшествий, которые случились с Шабтаем несколько лет спустя. Итак, в 1971 году он уезжает, и становится следующий вопрос уже не очень понятный. Дело в том, что, отслужив в армии, не всех именно в начале 70-х годов отпускали на постоянное место жительства в Израиль. Считалось, что человек, который отслужил в Советской Армии, знает какие-то секреты и должен некоторое количество времени отсидеть на родине, отсидеть не в тюрьме, а остаться на родине, не выезжая за ее пределы, потому что он знает какие-то секреты. Знал Калманович секреты или не знал, это я не знаю. Я знаю только, что его и его семью довольно беспрепятственно выпустили в Израиль. Где Шабтай довольно быстро начал делать карьеру? Он вообще был очень способным человеком. Он зарабатывал деньги буквально на ровном месте. И мало этого, он еще производил впечатление, что он зарабатывает еще больше денег, чем он зарабатывал. Шабтай занимался какой-то торговлей с африканскими странами на зависть большинству эмиграций, которые, в общем-то, приезжая в Израиль, Германию, Францию, Соединенные Штаты, должны были биться для того, чтобы получить свое место под солнцем. Шабтай его получил довольно быстро в сложной стране в Израиле, где и страна была очень молодая, и не было там толком ничего. Это не сейчас одна из главных индустрий, например, технологических, и в мире процветает в Израиле. А тогда было все немножко убогое. Я сам побывал в Израиле в середине 70-х и видел, что это, в общем, такая страна на задворках немножко находится. Но там был, правда, дух интересный. Так вот, Шабтай начал торговать с разными странами в Африке. Бетацвана, Сьерра-Леона, Конго, не помню, там было оно в том или ином названии, бельгийская Конго или нет, но неважно. Уже с достаточно обеспеченным человеком он приехал в Париж, где, собственно, мы с ним и познакомились, и позвал меня, и вот я как раз хотел рассказать об его страстях, потому что весь Шабтай Калманович как бы состоит из страстей. Калманович по дороге в местечко, в курортное местечко, которое называется Кноке, это на севере Бельгии с выходом на море, такое очень симпатичное, очень симпатичное, вы знаете, вот во Франции есть Дувиль, а в Бельгии есть Кноке. Так вот, Калманович мне рассказал о своих двух страстях. Первое, это был баскетбол, ну, понятно, что выходцы из Литвы, там практически национальный вид спорта, а второе, это была игра, он был очень азартным человеком. Ну, Мари, мне показывать, что настало время первого вопроса, ну, давайте первый вопрос. Йога для мозгов. Вопрос первый. Первый вопрос. В Кноке есть гольф-клуб, на который мы с Шабтаем Калмановичем, кстати, сходили, вот первый раз я побывал в Кноке, и мы туда сходили, он находится на берегу моря. Много лет спустя я туда вернулся и играл, причем играл я, в общем, в то время уже довольно неплохо, и мне показалось, вспоминая Шабтая, который знал людей в этом Кноке и предупреждал меня, что если я когда-нибудь заиграю, заиграю, я должен знать, что это очень трудный гольф. Почему гольф-клуб считается одним из самых трудных в Европе? Вот такой вопрос, который, казалось бы, не имеет никакого отношения, но так как в Кноке мы провели с Шабтаем довольно забавные три дня, то вопрос вам вот такой на засыпку. Ну, а я продолжу. Естественно, в первый же вечер в этом бельгийском городе, в котором, собственно, для чего мы с ним туда и приехали, Шабтай потащил меня в казино. Ну, я играть небольшой любитель, я человек не азартный, и меня никогда не тянуло ни рулетка, ни блэк-джек, вообще ничего, а одна из страстей Шабтая Калмановича после баскетбола, о котором я уже сказал, это, конечно, были азартные игры. Годы спустя в Москве, когда были открыты казино, он просиживал в этих казино днями и ночами, ругаясь на крупье, бросая в них, я не знаю, там, фишками, деньгами и так далее. Потом он был отвратительный персонаж, он был очаровательный персонаж в обыденной жизни. Но когда он садился за рулетку или за блэк-джек, что-то изменялось. Так вот, в кнопке он дал мне очень большую сумму денег и попросил, чтобы я никогда ему в этот вечер не отдавал, а отдал завтра утром, потому что ему нужны были деньги. Я себе спокойно сидел, пил чай где-то в углу, через два часа он ко мне подошел и сказал, дай мне мои деньги. На что я сказал, денег не дам, ты мне сам сказал, тебе не давать. И он стал так орать, это было чудовищно. Мне стало безумно стыдно, слушайте, у меня там 22 года, и стоит какой-то дядька надо мной, орет, люди оборачиваются, потому что кричит он, естественно, по-русски. Я бросил ему деньги и ушел, думая, что это недавнее знакомство состоялось и, в общем, навсегда как бы прекратилось. Наутро он постучал ко мне в дверь номера и сказал, послушай, а зачем ты отдал мне деньги вчера? Я все проиграл. Я засмеялся, засмеялся и он, и мы как-то эту историю немножко забыли. Шабтай уехал в Израиль, он путешествовал по Африке, он торговал всем, чем можно было торговать. Говорят, что даже был министром где-то в Сьерра-Леоне, не верю, но слухи об этом ходили. И совершенно неожиданно, вот абсолютно неожиданно, в 1987 году был арестован в Лондоне по требованию израильских правоохранительных органов, выслан в Израиль и приговорен к девяти годам заключения за шпионаж в пользу Советского Союза. Дело, о котором я рассказываю в Израиле, шло за закрытыми дверями. Никто не знает, что на самом деле фигурировало в этом деле. Шабтай никогда не рассказывал, за что его арестовали, чем подогревал, знаете, вот такой, ну, как вам сказать, интерес к этому делу. Оно было закрыто, израильской разведкой оно было засекречено, ничего нельзя было сделать, никто... Израиль довольно серьезная в этом плане странах, они не раскрывают своих секретов, до сих пор не знаем, есть у них атомная бомба или нет, но произошло то, что произошло, мы не знаем на самом деле, какие доказательства были у прокурора в деле Шабтая Калмановича. Догадок было очень много, единственное, что мы точно знаем, и было объявлено, что действительно он был арестован за шпионаж в пользу Советского Союза. Что он шпионил, какие он знал секреты, так и осталось навсегда загадкой. Шабтай был арестован. Правда, это израильская тюрьма, и надо сказать, что на шаббат, по-моему, два или три раза в месяц, Шабтая Калмановича отпускали домой, куда он мог благополучно ходить, но в это время с его супругой Татьяной и с первой супругой были... отношения не очень сложились, а он мог ночевать только в этом доме, где он проживал, и там были какие-то натянутые отношения, ну, неважно, что произошло. Надо сказать, что Шабтай был, и это третья его страсть, очень хорошим другом. Когда у него были деньги, он угощал всех. Его двери, его офисы, кабинеты были всегда открыты. Друзья, это были его страсти. Страсть серьезная, страсть, которая влекла к нему людей, и страсть, которая оставалась в нем до конца. Следующая страсть, которая, знаете, лежала в сознании Шабтая Калмановича и на его плечах, это был, конечно, шоу-бизнес. Он им горел. Он горел баскетболом. И, в общем, забегая вперед, скажу, что во многом, я не говорю во всем, но во многом благодаря Шабтаю Калмановичу женская сборная России по баскетболу заняла третье место на Олимпийских играх. Это очень здорово. В новейшей истории России, по-моему, такого не было. Но он был тогда директором команды. Он вообще увлекался женским баскетболом. Как бы баскетбол такой мужской был для него дурый. Хотя он единственный, по-моему, владелец клубов на территории Европы, который дважды, клубы которого, это владельцы становились чемпионами, получали кубок чемпионов. Это Жальгерис в той же Литве, которым он руководил или владел, я точно не знаю, много лет подряд, который стал чемпионом Европы. И женский клуб, уже российский, который тоже он довел до финала и там одержал победу. Шабтай Калманович этим очень гордился. Ему было даровано баронство. Это было смешно, потому что еврей-барон – это вообще забавно, я считаю. Но ему было даровано баронство, и с тех пор он стал называться Шабтай фон Калманович. Ну, что делать уж, если даровали такое звание, то пусть будет. И он с большой гордостью нес на себе фамилию фон Калманович с тех пор, как был награжден в Литве таким почетным званием. Он притягивал себе, безусловно, людей. Он был широкой натурой и тратил деньги, направо-налево деньги, он не считал никогда. А они, казалось, у Шабтая Калмановича были всегда. Однако вернемся к его аресту 1987 года. Отсидев пять лет в израильской тюрьме, произошло неожиданное. В 1993 году перестройка, и восстанавливаются дипломатические отношения между Израилем и Россией. И группа известных политиков и вообще людей, таких знаковых, в Советском Союзе направляется с ходатайствами в Израиль, которые редко реагируют на ходатайства других людей. Но, однако, на это они отреагировали. И за то, чтобы Шабтай был освобожден, ходатайствовали Горбачев, Янаев, Пуга, Рудской, Кобзон и так далее. И действительно, вместо того, чтобы отбыть девять лет, как на то было положено, по приговору суда, Шабтай вышел через пять с половиной лет. И вот тут-то следующий поворот жизни Шабтая Калмановича и начинается, который в результате, в общем, привел его к трагическому концу. Но обо всем об этом сразу после перерыва. Добрый вечер, дорогие друзья. «Йога для мозгов» с Александром Добровецким. Я напомню, что говорим мы сегодня о Шабтайе Калмановиче. Я вам скажу, почему я сегодня решил поговорить об этом человеке, о загадочном убийстве, которое произошло в центре Москвы 2 ноября 2009 года. Дело в том, что на одном из федеральных каналов идет целый документальный сериал о Шабтайе Калмановиче. И мне показалось, что если... Вот сегодня там продолжение, и я там, естественно, участвую тоже, и мне показалось, что я могу вам рассказать что-то более интересное, и сейчас вы это услышите, чем то, что есть в сериале и при всем уважении того, что звучит в сериале. Хотя, в общем, я еще не видел серии, которая будет сегодня. Собственно, я первый не видел, просто мне об этом уже сказали. Итак, Шабтай Калманович. Освобожден из израильской тюрьмы. Естественно, не лишен гражданства. Израиль очень демократическая страна. Он ездил, летал туда после освобождения. То есть ему никто ничего не перекрывал. Человек отсидел, вышел и может делать все, что угодно. Перестройку он возвращается... Вернее, он приезжает в Россию, где все только начинается, и здесь открывает фармацевтическую фирму. Потом у него какие-то аптеки, дружит с великими мира сего, заходит в закрытые двери. Одним из его близких друзей становится Йосиф Давыдович Кобзон, к которому он потом разургался, потом помирился. Это, в общем, целая эпопея. Он участвует в становлении огромной парфюмерной сети «Арбат Престиж». Это одна из идей. Это было его сделать супермаркеты, которые потом умудрились разорить в нашей стране, прекрасный был бизнес, и так далее, и твадумные. Он собирает коллекции. У него дивная коллекция фарфора 20-30-х годов. Он собирает иудаику, он собирает живопись, он покупает только то, что ему нравится, и правильно делает. Хотя, в общем-то, из его покупок я довольно здорово присматривался и детально, вернее, присматривался к его коллекциям, исключая коллекции иудаики, где находились очень-очень редкие вещи. И дореволюционные, и вещи такого военного плана, там, нашивки с надписями «Юда» и так далее, и подобное. Так вот, живопись, я бы был таким, знаете, он тратил деньги большие, а что там было, на мой взгляд, там было много нехороших вещей, ну, по причине того, что умельцев в России было очень много. Ну, неважно. Шабтай Калманович продолжает интенсивно увлекаться казино. Он из казино практически не выходит и проводит там, ну, я не знаю, ну, 4-4 вечера в неделю. Вот на этом как раз и основана моя версия загадочного убийства, которое произошло в конце нулевых. Марии мне показывает, что есть второй вопрос. Второй вопрос простой, жду ответа на него быстрого. И, как я уже сказал, две команды, которыми руководил Шабтай Калманович, стали чемпионами, европейскими чемпионами. Назовите «Года», в которых эти две команды я специально не называю, не назвал название женской команды. Вот назовите название женской команды и год, в котором она стала обладателем Кубка чемпионов. Подождите, а мужскую не надо, только вот женская. Не, мужской тоже год. Жальгерес, я просто сказал уже. Да, 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 Жальгерес. Жальгерес в каком году и в каком году под руководством, да, естественно, Шабтая Калмановича женская команда тоже победила. Он, наверное, все-таки единственный владелец в мире и в Европе, по крайней мере, который доводил свои две команды до главного титула Европы. Ну, а мы продолжим. Я еще раз напомню, плюс 7903-797-6333, пишите на смс-портал, обязательно подписывайтесь и оставляйте телефон. Супер. После прихода к власти нового президента, Владимира Владимировича Путина, каким-то образом начался пересмотр, и мне кажется, это правильно очень было сделано, и довольно вовремя начался пересмотр политики присутствия казино в больших городах. На мой взгляд, ну, поверьте мне, я не игрок, да, я не люблю азартные игры, но поверьте мне, что мне кажется, что город без казино лучше, чем с такими точками. Эти точки собирали в себе разных людей, там происходили трагедии, потому что, знаете, есть люди, которые несут последние деньги и отдают их казино, зарабатывает только всегда игорный дом, человек всегда остается в накладе, кто бы что ни говорил, что везет новичкам и так далее и подобное. Поэтому дискуссия, которая была сначала, по-моему, в Думе, потом еще где-то, пришла к выводу, что казино в больших городах надо убрать. Как, в общем, это практикуется и в разных странах мира. Например, во Франции, в которой я прожил много лет, нет, уже много лет, много десятков лет, как нет казино в Париже, а существуют, они существуют полным ходом в местах отдыха. То есть, если ты хочешь поиграть, ты приехал на отдых куда-нибудь на Лазурный берег, и там, пожалуйста, иди, иди, играй, или там в Давиле тоже есть, на берегу Ламаши есть свое казино, и так далее. Иди, играй, делай, что хочешь, во время отдыха. Есть такой, на мой взгляд, да простят меня игроки, дурачок, что хочешь оставить деньги в казино кому-то, ради бога, и делай, что хочешь, но тогда, когда приехал отдохнуть, но когда люди тащат из семьи последнее, это негоже. И так было принято решение закрыть казино. И вот тут происходит то, что происходит. Совершенно неожиданно к Шабтаю Калмановичу обращаются два известных в определенной среде человека. Это Вячеслав Кириллович Иваньков, япончик, которого все знают под именем япончика, и Усаян или Дед Хасан. Это очень авторитетно. Шабтай знал многих людей. Как я вам говорю, он знал людей из шоу-бизнеса, боготворил их, они у него там дневали и ночевали, он спонсировал концерты и так далее, но знал он многих. И вот эти два человека обратились к нему со следующим предложением. Шабтай, ты входишь в разные двери, не будем их называть в суе. Ребята, а понятно, что, как вам мягко сказать, люди из уголовного мира так или иначе за все существование казино в нашей стране контролировали каким-то образом этот легкий для зарабатывания денег бизнес. Так вот, Япончик и Дед Хасан, обращаясь к Шабтаю, спросили его о возможности продлить на год лицензию всех казино в нашей стране. И сказали, что ребята со всей России скинутся с каждого стола. Шабтай ушел на две недели и вернулся с положительным ответом. Он сказал, что это можно сделать и это будет стоить колоссальную сумму денег в 50 миллионов долларов. Говорят, что в течение месяца эти деньги были переданы Шабтаю Калмановичу. Шабтай был человеком слова и если он что-то говорил, он это делал. Я много раз присутствовал на очень сложных разговорах Шабтая Генриховича. Он всегда, если что-то обещал, всегда это выполнял. Лицензии на казино, вернее, отмена казино, как это будировалось в госаппаратах, была отменена. И эту лицензию продлили еще на год. Через год повторилась приблизительно та же история. Опять эти два удивительных персонажа, о которых вообще отдельная тема и отдельно о них можно поговорить. Кстати, они сегодня будут фигурировать в этом документальном фильме, если вас интересует вообще судьба удивительного человека Шабтая Калмановича и его гибели. Посмотрите, этот документальный сериал. Очень интересно. Так вот, эти два человека вернулись к Шабтаю через год дед Хасан и японец и предложили снова продлить лицензию для всех казино страны, говоря о том, что они собрали еще сумму плюс какое-то количество там десятков миллионов больше. Слухи ходили, это не очень распространенная информация, но так или иначе я много раз бывая в офисе Шабтая слышал какие-то отголоски. Слухи ходили о том, что они собрали там 75-80 миллионов долларов в виде подношения кому-то за то, что казино за то, что государство разрешило продление существования казино на территории России, а не в определенных городах, как это было сделано потом. Шабтай опять куда-то растворился, ушел и буквально через несколько дней, вернулся с ответом и ответ был положительный. И действительно второй год подряд казино не были закрыты. Вы знаете, прошел еще год. Прошел еще год и эти же два человека Усоян и Иваньков обратились с новой просьбой, говоря о том, что казино с каждого стола собрали деньги и хотят продлить это еще на год, это лучше всего вообще на пять лет. Сумма, которая была предложена в то время, насколько я понимаю, была фантасмагорической. 150 миллионов долларов за то, чтобы Шабтай каким-то образом сделал это. Деньги были переданы Калмановичу. Прошло какое-то время и лицензия на казино в нашей стране, все лицензии на казино в нашей стране были аннулированы. Естественно, люди, которые доверили такую сумму Калмановичу, вернулись к нему, даже не требуя объяснения и ответа, они просто вернулись за деньгами. Шабтай сказал, что он назначит встречу через какое-то время с людьми ответственными за эти деньги. Ну, надо сказать, что ни Иваньков, ни Дед Хасан, в общем, не были такие, знаете, мальчики, которые чего-то пугались и вполне себе спокойно отнеслись к тому, чтобы они с кем-то встретились. Через некоторое время недалеко от Белого дома в машину, где в Мерседес, в котором сидел Шабтай и Калманович врезались 18 пуль. Пуль в машину врезалось больше, но именно в Шабтае в его голову в тело прошила очередь из 18 пуль, он скончался на месте. Прошло не очень много времени, и снайпер застрелил Вячеслава Кирилловича Иванькова, может быть, главного на постсоветском пространстве воров законе. Спустя еще недолгое время был застрелен и дед Хасан. Когда дело Шабтая Калмановича расследовалось, меня пригласили в убойный отдел, где я, конечно, и рассказал эту историю, который не был стопроцентным свидетелем, но слишком много о ней слышал. реакция убойного отдела была очень интересной. Я вам расскажу о ней. Наберитесь чуть-чуть терпения. Это будет сразу после перерыва. Дорогие друзья, опять час пролетел практически незаметно. Говорили мы о Шабтае Калмановиче о загадочном убийстве. А это часть, в общем-то, то, что произошло, на мой взгляд, это часть истории нашей страны. И знать ее надо. Может быть, Шабтай не такой персонаж, как, я не знаю, там, Кобзон или какие-нибудь наши известные политики, ученые, актеры и так далее, но это веха в истории, то, что произошло. И потом все-таки советский шпион в Израиле, в общем, такая штука неординарная, согласитесь. Да еще пойманный советский шпион. Так вот, я рассказал историю, как мне казалось, версии убийства Шабтая Калмановича, связанной с казино, связанной с ворами закона, с дедом Хасаном и Япончиком. И очень симпатичный полковник в убойном отделе, который меня слушал, вдруг неожиданно сказал, Александр Ильич, пойдем покурим. Я, вообще-то, не курю уже очень давно, бросил курить все сигары и открыл рот, чтобы сказать ему, что я не курю. Но он поманил меня пальцем и мы вышли на улицу. Был теплый осенний день. Или весенний, я уж не помню. И этот полковник, как я вам говорю, довольно симпатичный парень, наклонясь ко мне, к моему уху, сказал, Александр Ильич, такой хороший человек, нафиг вам надо бегать с этой версией? Вот сами подумайте. И, вы знаете, это так прозвучало интересно, что я понял, что действительно в этом что-то есть. Шабтай был близким другом, и, конечно, его смерть повлияла очень сильно на всех его друзей. Он умел красиво дружить. Кроме того, ходили слухи, что он все-таки очень много сделал для нашей страны в Африке. Я не говорю сейчас про Израиль, а если действительно он был серьезным разведчиком в ту пору такой, знаете, знаковой организации, как ГРУ, то, наверное, в Африку он летал не просто так. И, наверное, двери, которые ему открывались в Сьерра-Леоне, в Конго и так далее, они тоже открывались не просто так. И, наверное, он заслужил своими двумя кубками, которые он завоевал для команд, но бог с ним с Жальгерисом, это не российская команда, но все-таки и Спартак, и УГМК становились владельцами кубков по баскетболу женских с Калмановичем. И, наверное, третье место сборной России по баскетболу на Олимпийских играх в чем-то тоже его большая заслуга, чтобы мы не забывали о том, что маленький человек из Каунаса был в какой-то степени большим патриотом России. Да, его смерть трагична, и, наверное, как любая смерть, оставляет впечатление такое, какое она оставляет. Он был убит, потому что, мне кажется, пошел против закона. Но он был персонажем, который следует запомнить. Шабтай Калманович, мой друг. А у нас есть победители, Мария. по второму вопросу Жальгерис как раз и Спартаку ГМК, это Лаля, чей номер телефона заканчивается на 2 0 95, и первый вопрос насчет гольфа, это про ветер же, да, правильный ответ был? Ну, очевидно. Да. Гольф это очень простая вещь, действительно, и много правильных ответов, там безумные ветра, поэтому, когда вы бьете, мяч ваш относит в любую сторону, и вы совершенно не понимаете, куда он приземлится. Третьим у нас был Алексеевич, и номер заканчивается на 113, Алексею, вуаля, поздравляю. Мне пишет Нуэс Андреевич, прямо удивили, большое спасибо, я очень рад, что я вас удивил, я буду без вас скучать всю неделю, но чего-нибудь придумаю интересное, о чем вам рассказать через неделю, очень интересная передача про Калмановича, спасибо, Пахом из Сургута, ну, здорово, если вам понравилось. Это такая, знаете, все-таки история нашей страны, и что в ней происходило, дай бог, чтобы убийств на улице таких, как было Шабтаем Калмановичем, больше не было. Ну что, Мария, вот такой был день, смотрите сериал про Калмановича на федеральном канале, я буду без вас скучать, ну и до скорого.